вы уехали из россии задолго до войны насколько я понимаю еще в прошлом году можно это назвать задолго но да действительно все так быстро развивается что в принципе это задолго наше интервью через неделю возможно не актуальным уже будет поэтому очень может быть а может быть наоборот сверх актуально я такой первой точкой у вас была грузия а сейчас сейчас вы в литве все так а почему эти две страны рассматривали ну когда мы уезжали что называется когда это еще не было мы стримом просто смотрели куда легче попасть юридической точки зрения обосноваться грузия показалось хорошим вариантом во первых то что у меня жена имеет корни грузинские там есть там и родня и в целом есть представление какой-то грузии во вторых потому что но довольно простая страна для там какой-то не очень запаренный релокации то есть там не нужны и дополнительных документов не нужно никак напрягаться поэтому и грузия вообще страна замечательно чтобы чего бы в нее не поехать а литва как возникла этого возникла довольно просто когда началось вот это вторжение на 24 февраля ребята из команды навального попросили помочь им с выстраиванием медиа которые они начали создавать популярная политика она сейчас называется вот и мы просто с женой вместе поехали помогать и поэтому обосновались вот в литве и сейчас там жена до сих пор работает а я уже нет потому что стало слишком много много с чем приходится работать ну то есть свой канал вести и там еще какие-то вещи делать периодически поэтому я просто физически не успеваю каркас мы там ну не мы построили да команда большая профессиональная замечательная команда средняя сказал небольшая средняя но не менее замечательная профессиональная команда там все построила и там уже есть каркас на котором эта медиа прекрасно существует поэтому я подумал что есть возможность снять с себя часть нагрузки и соответственно уже сосредоточиться больше на своем канале вы себе как свой отъезд объясняете это затянувшийся отпуск или уже эмиграция которая возможно не закончится я на данный момент это затянувшийся отпуск действительно такой продолжительный недобровольный потому что я там не собирался уезжать я уезжал после того как Алексея Навального посадили это было уже после принятия поправок конституции просто в тот момент для меня стало очевидно вектор движения я собственно записал ролик об этом который называется что-то типа день когда россия стала диктатурой где я описывал что в ближайший год значит все это будет сжиматься сажать будут за все подряд значит и если я хочу продолжать работать а я хотел продолжать работать вот в этой в этой сфере да в медиа сфере в информационной сфере то там вариантов не так много ну то есть либо тензурировать себя на что я не был готов либо менять сферу деятельности либо уезжать и продолжать заниматься этим вот поэтому я уехал тогда собственно к сожалению мои прогнозы и опасения подтвердились и я все еще надеюсь вернуться в россию думаю что по историческим меркам это будет не так уж и долго смысле что это случится довольно скоро по историческим опять же к сожалению они по человеческим довольно скоро в вашем понимании это как скоро год полтора год полтора понятно это не прогноз ну то есть не возну я не ванга да не гадалка мне сложно предсказывать будущее но по ощущениям типа не долго осталось возможно типа через меньшее время чем я нахожусь в отъезде вот как-то события значительно ускорились российское государство совершает довольно много ошибок но в общем я вернусь не тогда в россии станет цветущей пахнущей страной с яблами на марсе в момент когда просто не будет угрожать прямая что называется прямая посадка в тюрьму с трапа самолета да и это возможно там при смене путинского режима мне кажется это произойдет в довольно близкой перспективе но может быть я ошибаюсь посмотрим но во первых это хочется верить а во вторых на это как будто бы много указан то есть вы не разделяете мнение людей которые говорят вот советский союз 70 лет просуществовал с чего бы путинской россии существовать год полтора вы видите тендену во первых она уже существует 23 года так на секундочку вот не год полтора во первых есть явная тенденция к уменьшению российская империя существовала больше чем советский союз советский союз поменьше вот есть ощущение что путинская в этом смысле машина будет стоять еще меньше а во вторых но слушайте у нас же не магическое мышление что должно какое-то количество лет пройти это же не настаивание вина значит и там я не знаю не правило 10 тысяч часов система рушится никогда какой-то срок подошел да никогда какое-то количество лет прошло а в тот момент когда нас способны становятся неспособны к осуществлению этой деятельности которая выставляет у себя на первый план события развиваются драматически драматически в том числе и для этой системы и видно что количество контроля резко снижается у нее над теми над тем состоянием которые существуют и это дает надежду по крайней мере не видно как система может это что называется пройти переварить но здесь надо отдать должное основной фактор российской внутренней политики на данный момент это организация из трех букв а именно в ссу вот поэтому здесь еще многое зависит что называется от них к сожалению мы дошли до той точки да когда собственно ну я не считаю что там я или другие политические силы сильно влияют на внутреннюю ситуацию политическую внутри россии к сожалению мы что называется все эти моменты упустили и вот сейчас вынуждены просто не то чтобы наблюдать конечно пытаться как-то приближаться этот момент пытаться что-то делать чтобы остановить эту войну но тем не менее не быть прям как это сказать главными субъектами происходящего то есть сейчас украина борется в том числе из-за прекрасную россию будущем она как знаете как это есть побочные эффект да вот побочный эффект там есть у разного виденно деятельности в том числе производства да есть вот какие-то побочные вещи которые вот что называется про производство происходит вот да я не уверен что россии украины точнее ей как то очень интересно прекрасная россия будущего они справедливо полагают что россия будут угрозой независимо отister ее развития простоzar большая страна, и просто потому, что уже один раз, что называется, поверили, и как бы закончилось тем, чем закончилось. Но да, побочный продукт действий ВСУ, побочный продукт этой войны, это падение режима Путина. Вот станет ли Россия, что называется, прекрасной или хотя бы нормальной после падения режима Путина, это вопрос. Но вопрос не с точки зрения, как карта ляжет, а с точки зрения того, что люди будут делать. Вот тогда будет основной момент для уже политической субъектности, что называется, граждан России, которые сейчас находятся и внутри нее, и за ее пределами. Есть еще такая теория, не знаю насколько вы с ней согласны, что после Путина будет еще хуже. Или вы не думаете так, потому что вся система стоит на Путине, и после него логично будет оттепить? Я не верю в магию, вот в чем дело, понимаете. И не верю в фатум, не верю в предопределенность. То есть, когда спрашиваешь у людей, почему после Путина, собственно, будет хуже, они говорят, ну как? Как будет после хуже? Ну, потому что еще кто-нибудь придет хуже, чем Путин. Всегда приходил человек хуже, да, у нас с министрами это любимое. Вот когда министр какой-нибудь уходит, какой-нибудь прям надоевший, типа там Мединского или какой-нибудь губернатор, типа Матвиенко. Вот. И все такие, вы подождите радоваться, да, придет-то на его место еще хуже. Вот это такое уже полумистическое, понимаете, правило. Поэтому я пока, по крайней мере, не видел раскладов аналитических, да, логически обоснованных, которые бы не об этом говорили. С моей точки зрения немножко наоборот. Это все работает, потому что, ну вот, пал режим Путина, да, он в результате чего может пасть? Либо в результате внезапной смерти, да, либо в недовольстве среди элит. Если элиты недовольны Путиным, это значит, курс Путина их не очень устраивает. Курс Путина, собственно, на конфронтацию со всем миром, изоляцию России и диктатуру. Поэтому, на мой взгляд, кто бы там что ни пришел, независимо от того, пусть там даже, не знаю, Маргарита Симоньян или Евгений Пригожин, хотя я не верю в эти варианты, значит, они все равно будут разворачиваться. Потому что Россия, ну вот, по пути, по которым она идет сейчас, она даже в рамках диктатуры существовать не сможет. Это весьма истощающий путь. Это путь в один конец, и это понимают в том числе люди, которые внутри самой этой системы находятся. Другое дело, что они просто сами себя поставили в такие условия сейчас, да, Владимир Путин именно, то есть он-то ожидал совершенно другого развития событий, и вот сейчас он просто тянет время, пытаясь найти хоть какой-то выход из этого. Но путинские элиты, путинское окружение, вообще то, что он взрастил, оно примечательно чем? У них нет идеологии. Ну, то есть они не делают это ради собственной какой-то глубокой мысли, да. Они в этом смысле, слово «хуже Гитлера», наверное, не будет правильным, но, как это сказать, безидейнее, да, безидейнее Гитлера и Сталина, и кого угодно. У них нет, ну, перед глазами модели будущего. Их единственное желание – это хорошо жить, да, а нынешняя ситуация им хорошо жить мешает. Поэтому более вероятным сценарием, как и с формальной точки зрения иерархии внешней системы, так и с точки зрения влияния, мне кажется, как раз резкий разворот на 180 градусов, когда элиты будут заинтересованы в том, чтобы, во-первых, им были предоставлены некоторые гарантии безопасности со стороны Запада, и Украины в том числе, и более того, чтобы были сняты некоторые ограничения с их активами. Поэтому можно, конечно, представить, чтобы какая-то военная хунта, она, может, и будет, но военные хунты больше склонны к демократизации, чем диктаторы, потому что военные не умеют управлять государством. Ну, и у них навыка такого нет. Они не умеют, поэтому они, как правило, власть свергают, потом зовут тех, кто умеет управлять, говорят, вот, давайте нам денег, а мы, значит, будем охранять ваш покой. Ну, в целом, так любое государство устроено. Поэтому мне больше всего представляется вариант формальный, когда вместо Владимира Путина появляется Михаил Мишустин. Он вот прям сейчас, да, если Путин завтра умрет, то формально Мишустин будет исполняющим обязанности президента. Разворачивается к Западу, значит, элиты его в этом поддерживают. Какие-нибудь люди, конечно, будут этим очень раздосадованы. Патрушев какой-нибудь рассказывает, что нет, это все неправильно, но их быстро заткнут, потому что для того, чтобы достичь покорности стороны всей системы, нужно ее долго выстраивать. Путин уже не зря эту диктатуру 23 года выстраивал и активизировал, нажал, что называется, рычажок, только год-полтора назад, когда поправки начал принимать. Это долго, долго всех нужно консолидировать вокруг себя. А даже если у вас остается тот же режим, все равно происходят изменения, как мы видели на примере после смерти Сталина. То есть никто не смог собрать вокруг себя достаточно могучую группу, чтобы устроить новый культ личности. Ну, это все такие, знаете, пока далекие рассуждения. Мы не будем, что называется, делить шкуру неубитого медведя, тем более, что нас к этому, к этой дележке никто и не звал. Но мне представляется, что как минимум возможности, шансы у России будут. И здесь очень важно не просто ожидать, что называется, не просто ждать, чем дело кончится, а когда это окно возможности появится, активно действовать, потому что ничего не предопределено, и все, конечно же, в любом случае зависит от людей и от того, что они будут делать. Вот может ли Россия в этом смысле стать еще хуже закрытой, диктаторской, кровавой страной? Может. Может ли она стать нормальной страной, которая будет жить в мире со всем миром и с повышением благосостояния своих граждан? Тоже может. Но все это не предопределено, а зависит от действий конкретных людей, а точнее, от действий каждого отдельно взятого человека, независимо от того, публичный он, непубличный, высокопоставленный он, невысокопоставленный, потому что совокупность всех людей это и есть политический вектор. А война для вас стала рутиной за эти 8 месяцев? Не сказал бы. Не сказал бы. У меня просто профессия такая дурацкая. Ну не знаю, у вас тоже. Ну дурацкая в хорошем смысле. Ничего не похоже на другое. Ну то есть нет того, что у вас там, не знаю, будут одинаковые спикеры или нет такого, что будет у меня одинаковая военная сводка. Да, это все равно каждый день разное. То есть оно сложно этому превращаться в рутину, потому что каждый раз у тебя новые вызовы, каждый раз у тебя иная ситуация. Поэтому оно просто не превращается вот в такую в обыденность, что называется. Не нормализуется. Поэтому мне сложно сказать, что она превратилась в рутину. Тяжело бывает иногда, но тяжело с рутинностью не очень связано. Бывает очень приятная рутина и очень тяжелая не рутина. Поэтому нет, пока не могу так сказать. Просто люди, которые меньше погружены во все это, в политику, в новости, для них любая какая-то громкая трагедия или еще что-то их может выбить из колеи. Для вас это повод снять стрим, пригласить экспертов, побыстрее успеть. Правильно я рассуждаю? Мотивация не совсем такая, но правильно вот с какой точки зрения. Это очень сильно помогает. Часто мне люди, знакомые, иногда подписчики пишут, типа, слушайте, а как вы справляетесь? Вы же вот там 261 день во всем этом и вот постоянно в этом. И я говорю, это вы как справляетесь? Мне это легче. В том смысле, что у меня вот эта эмоция, вот этот, разные бывают эмоции. Эмоции радости, как это вот сейчас с Херсоном. Эмоции ужаса и горя, когда это буча, ирпень, когда это изюм, когда там очередная какая-нибудь раскапывается могила жестокими преступлениями, для меня вот вся эта эмоция и весь вот этот нарыв, да, он выплескивается в работу. То есть я через работу это канализирую. И таким образом, что называется, не то чтобы отпускает, но просто ты проживаешь это вместе с работой и со всеми. И мне сложно представить, даже, ну как, ужасно представить человека, который наоборот, типа, просто там, думскролит, читает это, ему некуда вынести эти эмоции. Поэтому у меня это такое своего рода психотерапия, но довольно странное в работе. Поэтому работа как раз наоборот позволяет это переживать гораздо легче. И не то чтобы это там, что называется, повод для видео, но скорее мне это кажется важной вещью, ну как я в целом вижу свою задачу информирования, потому что информирование это первый шаг к рефлексии, к правильному действию, к рациональному действию. И поэтому я это вижу своим некоторым обязательством. Такое обязательство, которое у меня перед самим собой и перед людьми, которое появляется. Но вот с точки зрения проживания вот этих эмоций это, конечно, очень здорово и сильно помогло. Вы упомянули Херсон. А в контексте всей войны насколько это действительно важное событие, то, что российские войска ушли оттуда? Никто не знает. Ну, во-первых, война, потому что не закончилась, да, может быть, будут какие-то другие события, которые вообще перевернутся с ног на голову, но это довольно важное событие. Больше политически, нежели военное, если честно. политически, потому что, ну, Херсон был основной ставкой. Ну, российские войска, они 4 месяца уже ничего не захватывают, да, после контрнаступления от Харьковской области. Российские войска потеряли наступательную инициативу. И в какой-то момент нужно было что-то гражданам предъявить. Предъявили аннексию территории, в том числе и Херсонской области и самого Херсона. Да, и вообще Херсон это единственное крупное завоевание, это областной центр, значит, единственный, который во время этого вторжения был захвачен. И вот там Путин выступал, говорили, вместе навсегда, особенно после Харьковского наступления украинского, да, в Херсоне начали, ну, спрашивать, слушайте, а вот мы видели, что там происходило, и что-то как-то российские солдаты не врастали в землю, значит, пытаясь отдавать не пяди врагу. Им говорили, точно навсегда, 100%, Херсон вообще навсегда, навсегда, вот навсегда в квадрате, навсегда, там, не знаю, было бы еще, наверное, интересно, если Владимир Путин на лбу бы у себя выбил Херсон в надписи и говорил бы, значит, что вот точно навсегда. И людям это пообещали, людям сказали, что точно так будет, и так не стало, стало ровно наоборот. Многие видят в этом предательство, предательство, обман, и символ того, что у России нет возможности делать то, что она обещает. И это серьезный удар по военным, по доверию. Вот у Шойгу уже, это еще до Херсона случилось, он попал в антирейтинг, значит, один из самых неодобряемых российских политиков. Понятно, цифры нас не очень интересуют, они все, так сказать, сомнительные в российских опросах, но динамика интересная. То есть его начали делать с главным кослом отпущения, и люди, собственно, это повелись и действительно делали. Но теперь не осталось ничего, что можно было бы предъявлять людям. Ну, то есть, условно, остался Луганско-Донецк, который был и до 24 февраля. А как-то вот Запорожье нет, Херсон нет, и люди перестают верить в то, что действительно не просто российская армия делает правое дело, да, хорошее. В этом сомнении у многих появлялись уже долгое время. Но теперь, помимо мотива, не очень понимают, есть ли у российской армии возможность. Точнее, начинают понимать, что ее нет. Это, может быть, серьезно повлияет. Но тут знаете, какая проблема? Вообще проблема со всеми, значит, аналитикой политической заключается в том, что последствия, о которых мы говорим и действия, которые к ним приводят, очень разрознены по времени. Да, вот, если мы посмотрим на развал Советского Союза, там тысяча факторов. И если вы спросите у какого-нибудь следователя, повлияла ли Чернобыльская катастрофа на падение Советского Союза, он скажет, конечно, да. Если вы спросите его про афганскую войну, он скажет, конечно, да. Но все равно эти вещи были разнесены по времени. Поэтому у нас нет возможности напрямую, что называется, предсказывать события и конкретный их исход. Но вот есть такие, да, какие-то большие весы, это то, что я показываю, не очень похоже на весы, но, в общем, вы поняли, да, такие, как на суде, значит, у Фибиды. И вот на чашу этих весов добавляется все больше, добавляется все больше, все больше проблем, все больше недовольства. Безусловно, Херсон, это большая прям такая гиря, которая на эти весы упала. Поэтому, отмечу на полях, знаете, как определить, насколько серьезная ситуация случилась? По реакции Путина. Значит, если Путин в этот день занимается совсем отстраненными делами, это значит прям катастрофа. Как вы помните, во время Харьковского наступления Владимир Путин открывал чертово колесо в Москве, которое в этот же день сломалось, надо сказать, но уж тут кто на что учился. И вот сейчас, пока, значит, Суровикин, Шойгу объявляли о сдаче Херсона, Владимир Путин на какой-то конференции там рассказывал про какие-то совершенно другие вещи. В общем, дистанцировался максимально. Поэтому, думаю, да, это действительно серьезная история. И давайте так, я не могу сказать за всю войну, поскольку она еще не закончилась, но за момент с начала войны это, наверное, главное политическое поражение российского нарратива, российской вот этой политической машины в отношении этой войны. Просто об этом поражении пишут многие телеграм-каналы оппозиционные, на Западе это пишут, называют провалом, посмешищем, еще чем угодно. Но важнее ведь то, как подадут это российские СМИ, пропагандисты, то, как они смогут это скормить обычным россиянам. Они же сумели подать жест доброй воли, когда уходили из-под Киева. Скажите мне человека, который говорит жест доброй воли и не смеется. Над этим издеваются даже сами пропагандисты в своих телеграм-каналах. у Соловьева на вечерней студии, когда Суровикин объявлял, он сказал, один из экспертов сказал, ну вот смотрите, Суровикин хотя бы, вот это первая такая история, которая имеет имя и фамилия, а не прошлые жесты доброй воли, говорит он с иронией. Поэтому, говорит-то, они могут что угодно пытаться продвигать в Министерство обороны, но не верят им даже свои. Мы не будем и не стоит держать российских телезрителей совсем за идиотов. Они прекрасно понимают, что российская власть им врет, то есть экранов телевизоров умрут, спросите любого человека, который смотрит пропаганду, спросите его, воруют ли чиновники. Любой человек, бабушка, дедушка, молодой, немолодой, любой вам скажет, что да, конечно, воруют. Любой, несмотря на то, что он смотрит пропаганду по 8 часов в день. Тут же и фишка с российской пропагандой. Нет, ну в Латвии тоже так ответит большинство. Наверное, за Латвию не скажу, за Литву, где я нахожусь тем более, но это вопрос к тому, как работает пропаганда. Мы не представляем Латвию или Литву как страну с абсолютно тотальной пропагандой, которая всем промывает мозги и которая всемогущая. Россия так часто любит представлять. И это не совсем правильно. Потому что российская пропаганда работает чуть хитрее. Она не пытается доказать вам, что там Путин хороший или что Россия великая страна. Нет, это неверное представление пропаганды. Они пытаются показать, что выбора нет. Вот их основной нарратив уже много-много лет. Что ничто не истинное, все дозволено, что везде плохо. Почему они постоянно там кивают то на Америку, то на Европу? Не для того, чтобы доказать, что Путин хороший, надо говорить. Смотрите, какой классный Путин, какие классные дороги, какие классные чиновники, как у нас все потрясающе. Но они же не так делают. Они дискредитируют остальное, чтобы показать, везде есть проблемы, ничто не истинное и все дозволено. И в этом смысле российская пропаганда верит так достаточно с трудом, но цепляются за некоторые нарративы, которые говорят, что было бы хуже. Ведь основная история, которую повторяют люди, телезрители, не про то, что Россия что-то там идет деноцифицировать. Даже от этого слова отказались. Деноцификация, это же она вообще не заходила. Ну, то есть, там Маргарита Симоньян неделю-две назад его вспомнилась, а в Твиттере я такой, ой, ничего себе, скоро, наверное, спиннер откопает, потому что уже где-то 4 месяца слово деноцификация не используется вообще, оно не зашло. Но людям удалось кормить историю про то, что иначе бы там на Россию напала НАТО или еще что-нибудь. Это не история про то, что мы хорошие и правильные, у нас все хорошо. Это история про то, что нет другого варианта, что было бы хуже. Поэтому продавать вот все это как успех у пропаганды не получается и не получится, особенно учитывая, что результат, что называется, налицо. Обещали месяц назад, неделю назад обещали, что Херсон не сдадут. Путин со сцены говорил, что Херсон не сдадут, а теперь сдали. У людей не настолько короткая память. Однако будут действительно наседать на нарратив, что других вариантов не было. Но настолько часто оказывается, что других вариантов не было, что у людей уже появляется вопрос. Слушайте, а если у нас постоянно нет вариантов, то может быть как-то мы делаем что-то не то? Это вот я и говорю, когда говорю про нарратив слабости. Что даже в зло готовы верить и поддерживать зло, если уверены в его силе. Любая диктатура ставится на праве сильного. Но вот это право сильного, оно под все большим и большим сомнением. По крайней мере мы видим это в том числе по реакциям под пропагандистскими телеграм-каналами или в эфирах на ютубе. В телеке, к сожалению, нет комментариев, поэтому нам сложно там отслеживать. Но этот же продукт, телевизионный, по сути, продукт, перемещенный в ютуб, мы видим реакцию, или в телеграм, мы видим реакцию подписчиков самих этих каналов, которые оценивают это как предательство издачи. То же самое мы видели и на нескольких предыдущих эпизодах. Но эффект здесь кумулятивный. Ну то есть это все вместе выстраивается в огромную такую колбасу слабости, которая к людям все больше и больше приходит. Но здесь не очень важно, что думают люди, если честно. Потому что такого рода режимы, они не людьми свергаются с ними. Забетонированная диктатура, она потому и забетонирована, что с помощью армии, сил и штыков можно подавить буквально любое народное восстание. К сожалению. Поэтому здесь важнее, что думают элиты и военные. И вот здесь тоже большая проблема, потому что у элиты основная, вот на что они надеются, что у Путина есть какой-то план. Есть какой-то план, и он его придерживается. И чем больше вещей идет не по плану, чем больше идет вещей, которые демонстрируют, что успехи, что называется, далеко позади, тем меньше у них есть желания ехать на этом поезде вместе с Путиным. То есть в тот момент, когда элиты поймут, что неминуемо поражение путинского режима, вот тогда начнется серьезная трансформация. Пока, видимо, до конца пытаются цепляться за какие-то ощущения, что вот вдруг сейчас все наладится, все что-нибудь придумают. Но чем больше происходит такого рода поражений, тем меньше у них возможности убедить себя в этом. Сейчас сообщают о том, что на севере Крыма во всю роют окопы. Это о чем может говорить, на ваш взгляд? Собирается Крым оборонять. Ну как это? Если шторы открыли, то вы видите улицу. Если вы отступаете с каких-то позиций, то вы перемещаетесь на следующий. Ну да, да. История про Крым уже, то, что в начале войны казалось фантастическим, теперь кажется неминуемым. Да, они готовятся оборонять Крым. Я вам больше скажу, в Белгородской области тоже окопы руют вовсю. Ну то есть и не только там. Да. Собственно, вы уходите с одних позиций, ройте окопы на следующую. Вот так устроена, например, любая война. Ну, посягательства на Крым не будет Путиным. Воспринято как сигнал к использованию ядерного оружия, например. Это моя любимая, в кавычках, тема. Гипотетическая ситуация. Смотрите, вы Путин. Понимаю, сложно представить, но представим на секунду. Вы Путин. И у вас есть волшебная кнопка. Кнопка, которая решает все проблемы. Значит, вот кнопка ядерного оружия. И вы ее нажимаете, и все проблемы решаются, война останавливается, вам отдают территорию и все прочее. Внимание, вопрос. Почему вы ее не нажимаете восемь с половиной месяцев? Ну, хочу, чтобы было меньше жертв. Хочу договориться. Тяну до последнего. Путин хочет, чтобы было меньше жертв? Это какой такой, Владимир Владимирович? Мы его как-то пропустили в пандемию, когда миллион человек помер от ковида. Ситуация заключается в следующем. Это не волшебная кнопка. Она ничего не решит. Она ни на что не повлияет. Запуск ядерного оружия приведет к двум вещам. Первое. Единомоментная гибель какого-то количества людей. Если мы говорим прямо про настоящее ядерное оружие, не про то, что называют тактическим, оно вообще ни к чему не приведет. Ну, то есть, правда, тактическое ядерное оружие, у него довольно малый радиус поражения, оно ни на что не влияет. Ну, значит, стратегическое. Ударили ядерные бомбы. Если она еще долетела, эта ракета, что вообще не факт. Не в смысле, потому что она старая, потому что система ПВО-то тоже никуда не делится. Это единомоментная гибель большого количества людей. А второе, это активизация всех систем безопасности со стороны НАТО уже напрямую против России. Не вот эти сказки про то, что НАТО сейчас воюет с Россией, а настоящие войска НАТО против России. Это уже совершенно другая война. И это уже война не просто на истощение и плавный уход Владимира Путина, а на немедленное уничтожение, потому что он становится угрозой номер один не для Украины, а для всего мира. Собственно, поэтому Владимир Путин и не нажимает, и не нажмет на ядерную кнопку, потому что это не приведет ни к какому успеху. Если бы это действительно могло решить какие-то проблемы, он бы, он же второй неделе, вторая неделя войны, Владимир Путин заявляет, я привыкну в боевую готовность, ядерную триаду, значит, все. И тогда первый раз все такие, ядерная война, через три секунды идем в бункер, там все прочее. Потом через месяц, потом через два, потом он сказал об этом еще в каком-то телефонном разговоре. Но уже даже Запад начал понимать, что это блеф. И обратите еще одно внимание на одну вещь. Значит, когда все ждали войну, когда западные СМИ писали, что говорил Путин? Говорил, войны точно не будет. Война началась. Значит, когда все ждали мобилизацию, Владимир Путин говорил, мобилизации точно не будет. Мобилизация началась. А с ядерным оружием какая ситуация? Он все время говорит, мы точно бахнем ядерным оружием. По крайней мере, намекает. Это абсолютно другая стратегия поведения. Поэтому нет, нет никакой в этом угрозы. Что касается территории Крыма, то, во-первых, по Крыму уже были атаки, причем довольно масштабные. Мы помним, в Новофедоровке больше десяти самолетов. Самая крупная вообще потеря авиационной, военной техники. И еще несколько диверсий было после. Я помню времена, помню времена, восемь с половиной месяцев назад, когда отказывались в Украине поставлять даже каски, боясь, что это там какая-то красная линия для Путина и все прочее. Но страшная правда заключается в том, что не существует никаких красных линий по одной простой причине. Владимир Путин задействовал все, что у него было. Все. Армию, войска, мобилизацию. Он раскрыл все карты, все козыри. У него нет чего-то, что он приберегает на последний рывок или на последнее что-нибудь. Ну и последнее, что в этом контексте обычно обсуждается, а вдруг Путину осталось жить 15 минут, значит, и он хочет весь мир в труху. Что у него там, рак, какая-нибудь метастаза, жопа, еще что-нибудь. Тогда вопрос, зачем было атаковать Украину, если ты хочешь весь мир в труху? Что ты ждешь? Бахай по Вашингтону, бахай по Австралии, давай, прям про Британию, вообще, все ядерные ракеты, просто весь мир в труху. Есть такая возможность. Вперед. Но нет. Он зачем-то нападает на территорию Украины и говорит про какое-то будущее. Потому что все это, это страх, который Владимир Путин навязывает специально. Его главное оружие это страх. Страх зимы, страх войны, страх ядерной войны. Но все это не является реальным. Все это никаким образом не соответствует действительности. Поэтому каждый раз, когда начинается новая истерика, выходит американская разведка, говорит, мы не видим никаких признаков подготовки к каким-либо ядерным ударам. Поэтому ядерная война не то, чего надо бояться. Бояться надо войны, которая идет прямо сейчас. Потому что в ней каждый день погибает огромное количество людей. Иногда десятки, иногда сотни жизней в день теряются на этой бессмысленной бойни и мясорубки. Мы общались с разными украинцами, которые нам говорили в начале войны, что если бы у Путина все получилось с Украиной за три дня или за сколько он там собирался, то следующие были бы страны Балтии. Вы считаете, что так бы и было, что он косплеил бы Гитлера, как ему часто приписывают? Сложно довольно, да, не просто смотреть в будущее, но и в альтернативное будущее. Но одно могу сказать точно. Аппетиты Владимира Путина росли. Мы за этим наблюдали. И пределов этим аппетитом не существует. Ну, то есть, чем вот такие люди, как он, ну, такие копники, по сути, чем они отличаются, они берут то, что позволено взять. Когда в 2008 была война с Грузией, Владимир понял, Владимир Путин понял, что в целом есть какие-то вещи, которые могут сойти ему с рук. Война с Грузией была вообще просто, ну, то есть, ничего за нее не было. Россия. Ни в каком виде. В 2014 году Владимир Путин в этой идее укоренился, когда даже после аннексии чужой территории, не просто чужой территории, а территории, которую Россия подписывала обязательство никогда не трогать, да, в обмен на то, что Украина сдаст ядерное оружие, Владимир Путин понял, что ему очень многое может сойти с рук. И, собственно, нынешнее вторжение это прямое следствие, это прямое следствие безнаказанности Владимира Путина за все эти действия. Были ли его амбиции на то, чтобы вести захватнические войны? Я думаю, да, потому что это всегда удобная альтернатива решению, что называется, внутренних проблем страны. У вас либо есть сложный менеджмент, там, выстраивание нормального существования, что сложно, когда вы и все ваши, значит, что называется, руководители окружения воруют, либо вы можете просто покормить людей постоянными военными победами. Почему люди вообще захватывают территорию? Почему люди воюют? Ровно для этого. Ну, то есть, это очень популярная вещь, если они у вас получаются. Если они у вас не получаются, они становятся в момент дико непопулярными. Поэтому, да, я считаю, что такая угроза действительно существовала. И если бы это спустил на тормозах, я думаю, Владимир Путин попытал бы счастье, потому что, ну что защищает страны Балтии, да, там, условная НАТО. Но мог ли Владимир Путин подумать и увериться в этой идее, что НАТО не рискнет воевать с Россией, как оно не рискнуло воевать в Украине, если бы оно не рискнуло воевать в Украине, ну, или помогать хотя бы. Я думаю, вполне, и знаете, что самое показательное? Что эту угрозу вполне рассматривают страны Балтии. Ну, то есть, после того, как это вторжение началось, Эстония, если мне память не изменяет, обратилась к НАТО и сказала, слушайте, мы ваш план почитали по защите Эстонии в случае нападения. Так вот, нам этот план не очень нравится, потому что в этом плане написано буквально следующее. Полторы тысячи, по-моему, НАТОвских военных, которые там есть, корпус, он, значит, встает насмерть, сдерживая НАТОвск России, а через 180 дней, только через 180 дней, значит, страны НАТОв включаются в войну и начинают физически туда приходить. Эстония сказала, давайте мы план как-то перепишем, потому что мы вот посмотрели на вторжение России в Украину, и что-то есть ощущение, что через 180 дней от нас вообще ничего не останется. Поэтому давайте как-то все менять. Вот, поэтому мы видели, что Владимир Путин действительно диктатор с захватническими амбициями, мы видим, что страны Балтии рассматривают эту угрозу всерьез, и мы видим, что действительно многое сходило с рук Владимира Путину. Поэтому да, я считаю, что такой вариант вполне мог существовать. То есть 23 февраля, допустим, Путин еще думал, что это будет легкая прогулка, и это не конфронтация со всем миром, санкции, экономика, загнанная в угол. Он так думал и 24, и 25, и 26 февраля. Есть довольно интересная публикация в Washington Post, которая называется «Битва за Киев». Это потрясающая хроника, потрясающая абсолютно хроника. Я из нее даже сделал ролик, где я просто зачитал это на камеру, ну, просто тем, кто удобнее на слух воспринимать информацию. Это абсолютно потрясающая хроника этой войны. И нам есть момент, что в первые часы, в первые дни войны Украина обращалась к Западу за помощью, ну, к западным странам, прося много чего. Но западные страны, что называется, морозились. И если мы вспомним начало войны, мы вспомним, что действительно, ну, в начале войны не было никаких ни поставок, ничего, даже санкции не сразу были приняты. Почему это происходило? Потому что многие на Западе были тоже уверены, что в России все получится, что Киев будет взят за 96 часов, что Украина не сможет оказать достойное сопротивление. Поэтому Путин отчасти был прав. И если бы у него действительно его план сработал, то все бы сложилось совсем иначе, но здесь проявили чудеса как раз украинские военные, украинские граждане. И опять же, вот в этом материале «Битва за Киев» очень хорошо описано, почему это реально чудо. Ну, то есть, не в смысле обесценивания подвигов украинских военных, которые это делали, а в смысле, что это ну, прям многих удивило. Вот. Поэтому, да, Владимир Путин первые дни был уверен. Я думаю, что и через несколько недель тоже он все еще был уверен. Когда как раз НАТО рассказывало про красные линии, Германия рассказывала, что ничего кроме каска оно посылать не будет, потому что боится разозлить Путина. А наступательных вооружений, ну, их так называют, наступательных вооружений не существует, но это не важно. Значит, о тяжелой бронетехнике вообще речи не шло ни в каком виде, да. Поэтому, как бы, ну, это для многих представлялось возможно. Но, к счастью, и благодаря тому, что Украина выстояла в первые дни и недели, Запад понял, что все не обречено, и что действительно надо, надо помогать, и надо останавливать Путина всеми возможными, ну, не всеми возможными на тот момент средствами, но многими из тех, которые раньше для них считались неприемлемыми. Российская оппозиция хотел у вас еще спросить. До войны российскую оппозицию, до 24 февраля, давайте так будем говорить, российскую оппозицию критиковали за то, что нет сплоченности, каждый тянет это дело на себя, что вроде бы враг один, цели схожи, а все равно договориться не получается. После войны, я не знаю, как ситуация, как вы ее оцениваете, но тоже многие критикуют, что сейчас-то тем более пора объединяться, пора действовать вместе и свои амбиции немножко убрать. на второй план. Существует эта проблема, на ваш взгляд, или сплоченность появилась? На мой взгляд, нет, потому что, более того, на мой взгляд, ее не существовало. По моим оценкам, все те, кто являются политической оппозицией в России, объединены, они действуют друг с другом, я даже не могу вспомнить между ними никаких конфликтов, и они представляют довольно гомогенную силу. Есть просто большое количество людей, которые зачем-то называют себя оппозицией, или пытаются себя так позиционировать. И ровно про них обычно пишут, вот, зачем вы все ссоритесь между собой, но просто есть люди, у которых работа такая, что называется. Кто-то, значит, работает на власть, как Ксения Анатольевна Собчак, кто-то, значит, хочет повышать собственный медийный вес и капитал, но, на мой взгляд, я такой проблемы не вижу. То есть, для меня вся оппозиция объединена, и, как бы, довольно давно. Я не вижу там никаких противоречий, даже каких-то крупных склок на моей памяти нет. Ну, вот этот саркастичный пост Навального, да, Собчак, на прошлой неделе, я полистал там верхние комментарии, залайканные, там есть запрос на то, что не нужно обижать Ксению Анатольевну, все в одной лодке, а вы еще умудряетесь друг друга топить. Такие мнения есть. Слушайте, мнения-то, конечно, есть. Более того, есть мнение, что Владимира Путина 15 лет назад убили и подменили. Это на самом деле не Владимир Путин. Слушайте, мнений много есть разных. Кто-то считает, что Билл Гейтс через, значит, прививки пытается людей контролировать, кто-то верит, что земля плоская. Человек, который считает, что Ксения Собчак оппозиция, ну, мне кажется, нуждается в довольно серьезном углублении в российскую политическую тематику. Ксения Анатольевна является давним сотрудником российской... Ну, не сотрудник, она не столько сотрудник, поскольку у нее нет прямого руководителя, она с ней сотрудничает, скорее, да. 2018 год, когда Ксения Анатольевна пошла на выборы президента, это уже доказанный, разобранный договорняк с Кремлем. Есть большое расследование издания проекта. Более того, Алексей Навальный, когда Дмитрий Гудков пригласил его и Ксению Собчак, он рассказал, что как-то Собчак просто позвонил ему ночью, сказал, Леша, ну, они приятельствовали до определенного момента, когда Ксения Собчак убедительно отыгрывала роль оппозиции, там, на Болотную в свое время ходила, значит, на дожде тусила и все прочее. Она звонила, он ей в лицо, она звонила среди ночи и говорила, Леша, они пришли с большими деньгами, что мне делать? Вот, на что Ксения Собчак сидит в студии и говорит, нет, Алексей Навальный врет. Мы выбираем между тем, кто врет, Алексей Навальный, Алексея Собчак, которая, как оказывается, вот сейчас, из нынешней истории, врала и про гражданство второе, и про свое отношение к этому паблику, по поводу которого, значит, завели дело. Ну и вообще, если, как понять, что Ксения Анатольевна врет? Она открывает рот. Вот, поэтому к оппозиции она не имела последние лет 12-18, значит, лет пять последний точно не имела никакого отношения, поэтому это, к сожалению, неосведомленность людей. Кто-то Зюганова в оппозицию записывает, Сергей Миронов, например, помните, он же тоже во время протестов 11-12 года с белой ленточкой даже ходил, чего уж там, я рапостер. Захар Прилепет, помните, Координационный совет оппозиции когда-то был, значит, когда-то вместе с Навальным тоже что-то встречался, тоже рассказывал, что на оппозиции Путин. Когда-то и Красовский был человеком, да? Да-да-да-да-да, слушайте, что только не было. Я могу назваться балериной, но от этого я не научусь делать, я не знаю, как называются вот их все эти приколы, да, там типа прыжки, перевороты, вот это все остальное. Называться может кто кем как угодно. Ну, просто оппозиция это политические силы, которые борются с Владимиром Путином и выступают против его власти, пытаясь, собственно, в эту власть войти для того, чтобы изменить ситуацию в стране. И, ну, не каждый, кто называет себя оппозицией, ей является. У нас так-то, и Кшеварова оппозиционер уже, и Стрелков, и кто только не. И даже Владимир Путин, самый ярый оппозиционер, он что отвечает? Говорит, я с низами всегда. Более того, Владимир Путин, в этом смысле, мой любимый персонаж, потому что это единственный человек, который успел побывать во всех точках политического компаса. Есть заявление о том, что он либерал, есть заявление о том, что он консерватор, значит, есть заявление о том, что он главный социалист и все прочее. Поэтому мне недостаточно заявления человека, чтобы как-то его признавать оппозицию, потому что я к дефинициям довольно дотошный человек. Смотрите, я не хочу быть адвокатом Ксении Собчак, но давайте представим какую-нибудь тетку, или бабушку, которая живет в Саратове, любит интервью с Сергеем Пенкиным и Филиппом Киркоровым. Подписана на Ксению Собчак, и между этими интервью она еще получает какие-то новости, не на первом канале, которые выходят. Что-то она узнает. Это же хорошо, она не может сразу быть углубленной, и знать, кто такой Яшин, Навальный, Гудков и прочее. Она начала с Собчак. Задам вам встречный вопрос. Значит, сидит, назовем его, не знаю, любое российское имя пусть будет. Ну, пусть тоже будет Алексей. Сидит Алексей на диване, ему 25 лет, он прогрессивный, смотрит Собчак, считает, что вот это действительно надежный источник информации, объявляет мобилизацию, и он не понимает, ему приходит повестка, а он негоден вообще, у него состояние здоровья плохое, он вообще и воевать-то он не хочет. Он включает ролик Ксении Анатольевны Собчак на 4 миллиона про мобилизацию. Что он там видит? Он видит, что человек, которого Ксения Анатольевна представляет как юриста, 15 минут рассказывает про то, что надо сходить в военкомат и уточнить, нет ли какой-нибудь ошибки. Этот Алексей приходит в военкомат, его прям там забирают, отправляют на фронт, и он погибает. И, знаете, я не могу найти плюсов от такой деятельности. Мне кажется, это не просто не оппозиция, мне кажется, это убийство, ну вот прямое пособничество в убийстве. Вот этот ее ролик, это действительно чудовищная абсолютная история. При этом сама Ксения Анатольевна прекрасно знает, что чего и что бы ни происходило в России, не надо идти уточнять и спрашивать, произошла ли ошибка. Сама Ксения Анатольевна, как только дело запахло жареным, тут же мигом перешла через границу, значит, спалив свой израильский паспорт, который она скрывала, и почему-то не пошла в полицию говорить, вы знаете, я бы хотел уточнить свои данные. Значит, она понимает, как работает российская система. Но это не для Алексея, который на диване сидит и смотрит ее ролики. Он пусть идет в военкомат и потом отправится в мешке для трупов своим родным. Поэтому сложно мне найти, честно говоря, какие-то позитивные истории в ее деятельности. А если вспомнить, весной, по-моему, в апреле, ФБК выпустила список разжигателей войны. Да, он пополняется каждую переднюю. И там помимо Собчак оказался Кашин. Я помню, тоже об этом очень много спорили. Как к этой фамилии вы относитесь? Тоже не понимаю, о чем здесь спорить. Полег Кашин, довольно давний сторонник русского мира, который считает нормальным аннексию украинской территории, который много раз говорил о том, что, значит, Россия должны принадлежать территории Украины. После начала войны он как-то пытается активно делать вещь, что он никогда этого не говорил. Но, слушайте, все, кто знакомы с его творчеством, знают, что он такой имперский фашист. Ну, чего он раньше не особо скрывал, а иногда все еще не скрывает. Поэтому его картинное удивление этому мне не очень понятно. Единственное, о чем можно спорить, это о масштабе влияния. Потому что, к всеобщему счастью, Олег Владимирович не является влиятельным человеком. Как бы он, несмотря на то, что он производит огромное количество контента, значит, он через там свои Ютубы или Телеграм не особо влияет. Но проблема в том, что он работал на российских довольно популярных площадках, на радио Комсомольская правда, например. Он был там ведущим, получал зарплату, значит, от Комсомольской правды, цензурировал себя, о чем он открыто говорит в своих стримах, что вот ему намекнули, что не надо говорить плохо про Путина. Поэтому он является и разжигателем войны, который говорил те же тезисы, что говорит российская пропаганда, и отчасти еще и сотрудником этой власти. Поэтому с точки зрения критериев попадания в этот список никаких вопросов нет. Другой вопрос там влияние. Ну и в целом, мне кажется, то, что Украина, а именно пострадавшая страна, однозначно маркирует его как своего врага, как человека, на которого они наложили санкции, подписанные Владимиром Зеленским в рамках еще четырех тысяч человек, там трех тысяч девятьсот девяносто девяти, да, вот этот большой список, отлично демонстрирует, собственно, что слова Кашина, несмотря на то, что часть людей их предпочитает не замечать, были сказаны, вот страна пострадавшая, защищающаяся от агрессора, тоже в этом смысле весьма однозначно. Поэтому я, знаете, как определить, смотрел ли и читал ли человек Кашина? Очень просто, у него вот возникают такие вопросы, как у вас, потому что я в какой-то момент жизни, когда мы еще с ним общались, у него был такой дрейф, что называется, в либеральную сторону, когда его соведущим был Роман Голованов на «Комсомольской правде», и поскольку этот Роман Голованов был настолько отбитым ватником, что называется, то Олег, наоборот, вставал супротив него и становился все либерально и либерально. Но когда там сменили ведущего, этого, значит, Голованова забрал себе Соловьев, ему дали какого-то Эдварда Чеснокова, рассказывал о русском национализме и как он обожает Олега Кашина, и все, Олег перестал дрейфовать в адекватную сторону, его снова понесло в обратную. И вот все это там и на стримах, и в своих передачах, там просто такая, такой поток ненависти в адрес Украины постоянно был, что мне кажется, тут, ну, у меня, по крайней мере, никаких споров внутренних или сомнений нет. Единственное, о чем можно спорить, это о масштабе личности, но такого критерия не в списке разжигателей войны ФБК, не в списках украинских, такого критерия нет. Надеюсь, как можно скорее Великобритания тоже примет соответствующие санкции, и Олег пойдет воплощать идеи русского мира уже, так сказать, не словом, а делом. И не на программе 60 минут у своих друзей, он сам так говорит, Ольга Скобеева и Евгения Попова, а, собственно, непосредственно живьем. Есть просто люди, опять же, которые не так глубоко в теме, и они помнят Кашина, которого побили за слова, за которого вступался Парфеонов, который вынужден был уехать, и у которого сейчас с маркировкой на агента. Ну, хорошее СИВИ, так если не считать глубже. У людей, вы знаете, вообще очень долгая жизнь. Владимир Путин образца 2007 года говорил, что если сидеть больше двух президентских сроков, то можно сойти с ума, и что после отхода от власти он будет главным оппозиционером. Дмитрий Медведев в бытности своей президентом был одним из самых либеральных президентов в России. Рассказывал, что нужно восстанавливать отношения с Америкой, фоткался со Стивом Джобсом и ел бургеры с Обамой. Что осталось, что называется, от того добряка. Поэтому, знаете, жизнь, она такая. Она имеет свойство идти вперед, и люди имеют свойство, к сожалению, меняться иногда в худшую сторону. Я бы даже сказал, в преступную. А Дмитрий Медведев, на ваш взгляд, изменился, или он тогда играл роль вот этого добряка? Я думаю, изменился, причем, так сказать, под влиянием обстоятельств. После того, как он перестал быть президентом, у него появилась большая проблема. Он, с одной стороны, был сбитым летчиком, а с другим, с другой стороны, опасным. Потому что, как вы помните, к концу его сроков входило все больше разговоров про то, что он пойдет на второй срок, медведевские люди и все остальное. И поэтому ему приходилось каждый день своего существования доказывать Владимиру Путину, что он точно ничего не затевает. И, к витнесенсу, этого мы видим сейчас, когда, опять же, понимаете, если вот сейчас сравнивать с нынешним Путиным того Медведева, то у нынешнего Путина нет шансов. Ну, то есть, вообще, он показывает и демонстрирует всем типа свое плохое правление. Поэтому Дмитрию и Медведеву, чтобы на него не кивали и не смотрели, приходится, ну, быть ультрапатриотом, значит, вот этим турбо и писать вообще-то все на свете. Ну, и плюс, конечно, алкоголь тоже сильно влияет на мозги, если злоупотреблять этим делом в слишком большом количестве. Я говорю, это не с точки зрения, там, знаете, как-то оскорбить его и уж тем более как-то, что называется, принизить проблему алкоголизма, потому что это реальная болезнь, это довольно проблематично, но просто про Дмитрия и Медведева давно знают, что он правда злоупотребляет этим делом. Более того, по части постов это прям кидается, что называется, в лицо. Вот, поэтому, да, все эти вещи, безусловно, влияют на человека. Слушайте, ну, мы с вами за этот разговор только уже перечислили огромное количество людей, чья траектория, мягко говоря, сильно изменилась по ходу их жизни. Увы и ах, люди меняются и зачастую к худшему. С Медведевым произошло то же самое. Я думаю, что танцуй American Boy или держа в руках новый айфон, уж тем более встречаясь с Стивом Джобсом, он получал искреннее удовольствие. А когда сейчас он пишет про сатанизацию, еще что-то такое, ну, это уже, так сказать, деградация и разложение личности, что не снимает с него никакой ответственности и никак не будет оправданием на суде в его защиту. Этот вопрос очень индивидуальный, в зависимости от того, на что он готов. Есть очень разные люди, есть люди, которые готовы сжечь военкомат, а есть люди, которые готовы нарисовать пацифик где-нибудь в переходе. И те, и те важны. Не оскотинется, не смирится, не... Понимаете, очень просто же поддержать диктатуру. Это же так соблазнительно. Ну, то есть, когда все вокруг тебе говорят, что это хорошо и правильно, наш мозг вообще склонен к тому, чтобы делать комфортную для себя среду. И очень сложно быть в среде, где ты смотришь вокруг и считаешь, что все вокруг людоеды и фашисты. Мозг с этим просто не справляется, поэтому очень просто он находит всяческие оправдания. Что не все так однозначно, что... Ну, а вообще действительно вдруг бы НАТО напало. Это же наш мозг цепляется за какие-то спасительные крючки для того, чтобы не сойти с ума. Но главное человеку сохранять себя и чувство собственного достоинства. А уж кто, что может делать, это в меру того, на что человек готов, на какие риски он готов. Что касается в целом протестов и всего остального, к сожалению, диктатуры такого типа уличными протестами не сламываются. Бывают довольно эксклюзивные кейсы, типа того, что было с Чаушеску, но там тоже важный вариант. То есть как там было, там протест, не протест, точнее, изначально манифестация в поддержку Чаушеска, типа о том, какой он классный, она превратилась в протест. И вот дальше произошла ключевая вещь. Армия перешла на сторону протестующих. Именно армия поймала Чаушеску, именно армия его расстреляла. В такого рода диктатурах, которые на штыках построены, снизу невозможно глобальные изменения. Тебе все равно нужна либо армия, либо элита. Поэтому протест сейчас это акт настоящего героизма. Чем героизм отличается просто от правильных действий? Героизм это в том числе акт самопожертвования. Это в том числе большие риски, которые человек на себя берет. Поэтому я преклоняюсь перед теми людьми, которые продолжают выходить на протесты и прочее. Это действительно очень-очень смелые люди, очень принципиальные люди. Но представить, что вот там ждать момента, когда там через день миллиард людей вылез, на Красную площадь и прогонят Путина, я бы не стал на это делать ставку, потому что это просто так не работает в таких системах. Это не значит, что они непоколебимы. Они, конечно, поколебимы. И то, что происходит, это и есть эрозия этой системы. Но, к сожалению, возможности, в том числе временные, остановить диктатуру упущены. Почему диктатура только сейчас появилась, год назад, полтора? Потому что все эти 23 года Путин ее выстраивал потихоньку и постепенно, шаг за шагом, уничтожая медиа за медиа, свободу за свободой, собрание за собрание. И все эти годы большая часть людей, подавляющее большинство, не то, чтобы были с этим согласны, но предпочитали закрывать глаза. Закрывать глаза, не участвовать, что называется, в политике, принимать вот эту сделку мы вам более-менее, не то, чтобы даже комфортную, сытную жизнь, но стабильную, вам будет одинаково. Не одинаково хорошо, не одинаково плохо, средняя. Россия для средних, что называется. И люди на это соглашались, закрывали глаза на происходящий беспредел, отворачивались, когда это было сначала с медиа, с политиками, с оппозицией и прочее, а когда повернулись, когда глаза уже... А уже поздно. Ну, то есть, вот те люфты, которые были, их было много за это время. Они были в 2001 году, они были, когда сажали Ходорковского, они были много, когда замучишь перечислять там Болотная, война первая, ну, то есть, начало этой войны в 2014 году и так далее и тому подобное. Во все эти моменты серьезный большой протест мог бы серьезно изменить ситуацию. Но, к сожалению, их не было, а сейчас сложно представить ситуацию, при которой он был бы эффективен, хотя, всякое возможно, история не конечная, то, что чего-то не было в прошлом, не означает, что это невозможно в настоящем или в будущем. Вы, наверное, сами сталкивались, но если открыть YouTube, посмотреть за 8 месяцев разные политические видеоролики, именно заголовки, превьюшки, то наверняка вы сталкивались. Путину осталось 3 месяца, все решено, Путин уже проиграл, санкции убьют российскую экономику, Россия трещит по швам, вот это вот все кликбейтное, да? Вы не впадаете уныне, когда натыкаетесь на месячный ролик, ну, месячной давности такой видеоролик, двухмесячный, а она все трещит, а Путин все от рака не умирает, а экономика все как бы вроде существует, импортозамещение каким-то образом нам рассказывает, что работает. Ну, чего греха дарить, про экономическую составляющую у меня были на канале тоже ролики с экспертом, опять же, это было мнение экспертов, но это общая история, да, не связанная с кликбейтами, действительно, экономисты всего мира, в том числе целых стран, недооценили возможности российской экономики по ее устойчивости. С ней нехорошо, с ней все очень плохо, она действительно умирает, там действительно катастрофа, но скорость этого сильно ниже, чем ожидалось, то есть ожидалось, что она развалится буквально за месяц-два в условиях такого давления, этого не случилось. Более того, поспособствовало этому и Запад, который применял не, скажем так, не самые радикальные санкции. В Германии, например, говорят, что было большое лобби промышленников, которые до последнего уговаривали, что надо продолжать пользоваться российским газом. Но глобально истории две. Первое, это то, что действительно с экономической точки зрения не все было рассчитано верно, это такое общее место у всех, а второе, что это действительно происходит. Ну, то есть, я не, как это сказать, не очень хорошо отношусь ни к позиции того, что осталась неделя до конца Путина. И плохо отношусь к тем, кто, знаете, в иронизировании над этим достигает странных высот. Ну, то есть, кто, например, на полном серьезе рассказывает, что с российской экономикой все хорошо. Это не так. С российской экономикой все очень плохо. Спросите у Эльвиры Набиулины. Она падает, компании уходят, не возвращаются, снова появилась инфляция, которую вроде ему удавалось остановить. Рабочие места, их все меньше. То есть, растет безработица. То есть, ну, по большому количеству параметров этот карточный домик складывается. Просто это происходит не так быстро, как могло быть. Но, есть одна важная деталь. Это происходит неукоснительно. Ну, то есть, нет никакого варианта, что ситуация начнет исправляться. Автомобильный рынок уничтожен, авиационная отрасль уничтожена. Огромное количество отраслей, просто их больше не существует в России. Да, как классно. Поэтому оба, что называется, вот этих вот радикальных проявлений выглядят для меня довольно странно. Но грустно, что называется, не становится, потому что я никогда не смотрю на вывод. Я смотрю на логическую цепочку. Ну, то есть, вот когда я сам либо спрашиваю экспертов, либо смотрю, что это в интернете, да, я смотрю, что и чем аргументируют. И в этом смысле важнее понимание процессов, нежели предсказание. Потому что предсказателей не существует. это магия, это вымысел, такого нет. Никто не может предсказывать, что и когда и произойдет. Потому что это, ну, просто невозможно. Ты не можешь учесть все факторы. Да, но динамика, динамику можно наблюдать и можно смотреть на изменения происходящего. И это, мне кажется, ключевым, да. Мне кажется, что, ну, в целом, человек, который заинтересованно жмет на ролик, где написано, когда закончится война, умрет Владимир Путин или что-то такое, он как бы принимает условия этой игры. Ну, то есть, он хочет услышать какой-то однозначный ответ. Владимир Путин умрет 12 ноября 2022, 23, 25-го, неважно какого года. На что он рассчитывает, когда он туда кликает? Ну, то есть, что какой-то человек сел, да, и такой, ё-моё, сейчас посчитаю, когда Путин умрет. Ну, то есть, ты соглашаешься с правилами этой игры, ты вот в неё вникаешь, ну, соответственно, будь готов, что называется, разочароваться, что отличается от истории с экономикой, да, потому что там в целом, ну, просто прогностические модели не сработали, экономика в этом смысле более прогнозируемая, но, если такая же непрогнозируемая. Вот, поэтому, что называется, с кликбейтом, конечно, аккуратнее, но и к, так сказать, вторить российской пропаганде и рассказывать, что всё хорошо, значит, российская армия прекрасно действует, экономика в полном порядке, и я бы тоже не рекомен. Последний вопрос вам задам, он связан немножко с предсказаниями, но и с динамикой тоже, надеюсь, связан. Я понимаю, я понимаю. 2023 год будет лучше, чем 2022? Да, не в начале, не в начале, начало будет очень тяжелое, первые полгода война будет продолжаться, более того, достигнет своего, своего какого-то апогея, но я думаю, что в следующем году это всё закончится, ну, то есть, мне кажется, ну, это же война на истощение сейчас, на истощение ресурсов, и глобально, что надо про неё понимать, что, знаете, как я любил говорить раньше, я же в Вышке учился на факультете политологии, и вот факультет политологии Вышки и вообще Вышка, как правило, соревновалась с МГУ, ну, то есть, вот, типа, МГУ, как бы такой статусный старый университет, и я всегда любил говорить, что у МГУ есть определенный уровень, и у Вышки есть определенный уровень, но дело в том, что МГУ катится вниз, потому что, ну, они по инерции идут, да, у них нет попыток, там, новые программы делать, звать преподавателей со своего мира, а Вышка идет вверх, шла на тот момент, сейчас она, к сожалению, также уничтожена, и с Россией и Украиной примерно та же история с их войной, это война на устащение, при том, что у Украины ресурсов становится больше, военной техники, специалистов, боевого опыта, различных видов вооружения, как их качества, так и количества, у них передовые западные разработки, у России же все идет по нисходящей, да, они нашли Иран, который им там что-то продает, но Иран, ё-моё, Россия, вторая армия мира покупает и Ирана, и это скорее демонстрация того, насколько России неоткуда взять, да, новый источник ресурсов, и поэтому с учетом нынешнего расходования, и с учетом того, как мы видели эту динамику за этот год, мне сложно представить, что эта война продлится больше, чем вот следующий год, ну, то есть я не понимаю, как тогда будет Россия существовать, как будет и Украина, и Европа, которая ей помогает существовать, то есть мне кажется, что вот эта война на истощение, она тоже имеет свои пределы, и эти пределы будут достигнуты в следующем году, но есть в моей аналитике нюанс и минус, который заключается в том, что я ни разу не военный эксперт, поэтому все, что я сказал, можете смело делить на ноль, потому что вся эта война, она зависит от поля брани, от линии фронта, и что там будет происходить, могут знать лишь военные эксперты, ну, или хотя бы не знать, но догадываться, вот как мы тоже с Русланом Левиевым, когда сдачу Херсона объявили, ну, Руслан предполагал, я был с ним согласен, что это продлится неделю-две, ну, то есть, что войска будут выходить постепенно, и, типа, мы увидим флаг ВСУ в Херсоне, ну, типа, в смысле, войска ВСУ и флаг Украины, типа, через неделю минимум. Прошел день, вот, все, ВСУ в Херсоне, что замечательно и здорово, но вот, значит, даже военные аналитики, что называется, точно ничего вам сказать не могут, поэтому можем ориентироваться только на ощущениях. По ощущениям, думаю, в 2023 году закончится как война, так и правление Владимира Путина. А как оно будет на самом деле, во-первых, поживем и увидим, а во-вторых, ну, зависит в том числе и от нас, от всех вообще людей на этой земле. Ну, мне только пожелать вам остается в следующий Новый год встретить у себя на родине. Очень бы хотелось и при этом не в СИЗО, да, это очень хорошее пожелание, спасибо вам большое, действительно, очень жду этого момента, очень хочется, чтобы он как можно скорее наступил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова